Лед и ветер не преграды для спортсменов. Соревнования по футболу среди школьников организовали в Первоуральске. Погонять мяч под открытым небом собрались представители шести команд. Наши корреспонденты оказались в числе болельщиков. Заледеневшее поле для них не повод отменять соревнования. Дополнительные сложности, которые принесло потепление, делают игру еще интересней. В открытом кубке Первоуральска по футболу участвуют шесть команд. Две из них выбыли в предыдущем этапе. Сейчас разворачивается интригующий матч за третье место между девятой и двенадцатой школами. Первый гол, второй и третий. 3-0. Итоговый счет. Матч выигрывает команда девятой школы. Всю игру она держала своих соперников в напряжении. Особенно нелегко пришлось вратарю команды двенадцатой школы. Именно его отмечают судьи и присуждают звание лучшего вратаря соревнований. Участники проигравшей команды делятся. Ошибок было много, работали неслаженно. Но все равно получили от игры большое удовольствие. Не знаю, как остальные, я не очень расстроился. Я не совсем добивался первого места. Главное участие, а не победа. Следующими на поле выходят игроки десятой и первой школы. Первый тайм заканчивается в пользу хозяев поля. 1-0. Первый тайм прошел офигенно. Наш портарь сделал все возможное, забил гол. Было очень круто. А вот брат Матвея радости с ним не разделяет. Сам когда-то играл в футбол за команду Динур. И сейчас наблюдает за матчем строгим взглядом. Я, к сожалению, подошел уже позже. Не видел, как брат играет. А игру оцениваю. Наверное, на троечку. Нужно позаниматься обоим командам. Последние наставления и команды снова выходят на поле. Как начинали. Только первая замена и мин нападение. Тимофей заменил. Все, мы должны выиграть. Второй тайм вновь складывается в пользу команды хозяев. Выигрывают со счетом 2-1. Могу сказать, что турнир удался. Участники и руководители команды, мне кажется, довольны. Немножечко подвела погода. Ну, как всегда, не произошло без накладок. Но первый блин не оказался комом. Благодарим наш попечительский совет, который все ответственность взял на себя и всю подготовку на себя. То есть специально вызывали трактор. Это все они оплачивают, это все они организуют. Расчистили поле, подготовили площадку, организовали турнир. Ну и, конечно же, подготовили огромные призы, такие шикарные призы для участников. Вместо привычной награды организаторы заказали кубок ручной работы, чтобы он выделялся среди других трофеев, а победа в этой игре осталась в памяти надолго.